Вот посмотрите, пожалуйста, какой угол нависает. И он с каждым годом становится шире, шире, шире. И сейчас вот малейший какие-то погодные катаклизмы или какой-то сильный ветер, вполне возможно, что этот угол, он упадет на кого-то. И тогда будут создавать комиссию, искать виноватых, наказывать. А почему это не сделать раньше? Исторический центр города, улица Пушкина, теряет свое культурное наследие. Полуразрушенные дома лишают государственной охраны и без разговоров сносят. Когда тут все перерыто, все, работала тяжелая техника, причем в летнее время, когда жильцы не все на месте, и вывезли буквально за ночь, ну за две ночи. Вот часть вот этого дома, улица очень маленькая, совершенно она не предназначена ни для стройки, ни для проезда транспорта. Предполагаем, что здесь будет строиться жилой дом. Уже опыт в этом у нас есть. Дом 18 хотели снести еще несколько лет назад, а на его месте возвести многоэтажку. Но жители Пушкина выступили против на публичных слушаниях, которые тогда еще проводились в городе. Снос и стройку отменили. Сейчас, по информации администрации, участок принадлежит юридическому и физическому лицу. Они, судя по всему, и занимались сносом. Здание, аварийным или подлежащим сносу и реконструкции, не признавали. Разрешение на строительство нового объекта не выдавали. Тоже обращались, что будет строить. Мы не в курсе. Это как может администрация быть не в курсе, когда это практически под носом у администрации происходит такое вот, ну я бы сказала, безобразие. По словам жителей, именно недобросовестный предприниматель довел дом 18 и 20 до аварийного состояния. По баннеру на втором здании можно подумать, что его уже давно расселили. Но зайдя во двор, нам удалось обнаружить там признаки жизни. Развешенное белье и свет в окнах. Жильцы рассказали нам о судах с администрацией. Пожаловались, что из центра их отправляют на край заводского района. Да, большинство уже переехали. Некоторые собирают вещи. Но есть и те, кто уже несколько лет ждет достойного жилья или соразмерной компенсации. Будущая стройка должна отвечать всем требованиям. Во-первых, это количество жилых помещений на площадь земельного участка. Потому что нельзя на маленьком земельном участке построить огромный дом. Просто жителям негде будет гулять, негде будет парковать автомобили. Во-вторых, у нас сейчас есть требования, потому что нельзя выше 10 этажей в принципе построить здание. Опять же, нужно проходить многочисленные круги ада застройщику, чтобы получить разрешение на выше 10 этажей. И в-третьих, это обеспеченность социальной инфраструктурой. То, что такое наше ноу-хау. Если в ближайших школах и детсадах нету мест, то никакого нового жилого строительства без строительства предварительного детского сада и школы здесь осуществить будет нельзя. Разрешение просто не дадут. Как следует из письменного ответа администрации, дом 20 после полного расселения, которое планирует завершить до 2025 года, подлежит сносу. Как и еще один бывший памятник архитектуры под номером 26. Можно и табличку сохранить на память, в какой-нибудь музей сдать. И вот я так уверен, что в каких-то старых вот этих вот окошках могли остаться и старые там защелки, запоры, ручки дверные, которые можно при реставрации какого-нибудь дома вернуть, ну как исторический элемент. Вот видите, вот эти торчат вентиляционные отверстия, которые загорожены, чтобы на них не падала вода и снег, вот чтобы они не закрывались. Тоже на каких зданиях это сохранилось? Да мало на каких. На улице также есть дом номер 7, который пустует уже более пяти лет и привлекает к себе нежелательное внимание. Сейчас этот дом используется для закладки чего-то там молодежи. Сейчас там туалет для граждан, которые здесь работают, которые там, ну вот его некоторое время назад забили, мы об этом просили, входную дверь. Но там есть огромное количество входов с задней стороны, где все и это же самое происходит. Рядом с разрушающимися домами также остались шесть объектов культурного наследия. Остается надеяться, что хотя бы эти остатки былой роскоши удастся сохранить для потомков. Полина Шпак, Николай Сенегубов, агентство СРБК.